Привет, друзья! А это я писал картину для друга ноября. Он занимается, большой ученый, занимается сейчас написанием следующей книги, он занимается фотонами. Он эволюцию развития человека, но он сам расскажет. Короче говоря, он сам расскажет, потому что я очень его жду, он академик технологической академии, очень мощный философ, он сам расскажет, когда мы с ним будем делать совместное видео. И вот он о фотонах, о свете. И вот я нарисовал эту картину ноября, потому что он о фотонах, о свете и сам светлый человек. И поэтому я вот изобразил вот такой вот волна такая, потому что фото же одновременно карпушку и волна. То есть квант и волна. И у нас в методе ключа все основано на волнах, на волнах, на частотах. То есть если ты подбираешь себе действие синхронное к текущему состоянию, перебирая разные частоты, то есть ты можешь в зависимости от того, в каком ты состоянии напряжения находишься, наблюдая за собой, вдруг обнаружить, что тебя трясило-то. Ну это одна частота. Шалтай-болтай делаешь, это другая частота. То есть повторяемые действия в зависимости от того, на каком частотном уровне. А это должно быть синхронно текущему состоянию индивидуальному в данный момент времени. Ну короче говоря, вот эти ликбезы у нас, там вебинары на ютуб канале. Смотрите ликбез, они все бесплатные, ликбез против стресса. Там смотрите, а я вот сейчас вот проволну. Вот Курт Ванигут, у него есть прекрасная книжка, я как-то упоминал о ней. Это книжка просто, книжка века должна быть, потому что там как раз таки есть такой вопрос, может ли человечество, зная весь предыдущий опыт, сказать, что будет завтра. И там был один ответ, нет. Ну это интересно, правда? Потом там еще было, значит, что люди есть, которые независимо друг от друга, не зная друг от друга, но занимаются одним делом. Вот эти люди как бы в одном карасе. У них есть такой карас. И сейчас тоже есть люди, которые живут на разных даже концах планеты и озабочены проблемами завтрашнего дня. Озабочены, как жить завтра. Есть же вот такие глобальные проблемы, как экология, куда девать радиоактивные отходы, очень много экологии нарушено и так далее, потепление глобальное и прочее. Но вот оказывается, вот по моему мнению, почему мы создаем науку человечности, единый общий международный язык, потому что как раз-таки эти проблемы такого глобального уровня не могут быть решены отдельными группами, отдельным человеком, какой бы он ни был гениальный. Это решается объединенными усилиями всего человечества. А для того, чтобы объединить человечество, как раз-таки и нужен единый международный язык, понятный всем и каждому. Это как раз-таки то, что мы и делаем совместно все в школе Человек Будущего. Это наука человечности, потому что все понятия там о человечности очень размытые. Вот, например, меня спросили недавно, а что является для вас критерием человечности? Ну, я как-то сразу сказал, что доброта. Доброта спасет мир. Ну, это мое мнение, потому что я сам человек добрый, у меня дедушка был добрый, я добрый, поэтому я эту школу и создал. Человек будущего. Доброта. Достоевский говорил, красота спасет мир. Ну, красота не всем же доступна, у каждого свой вкус, а на вкус и цвет товарища нет. А вот доброта, она вот понятна, и поэтому мне кажется, что человек становится человеком, преодолевает страх и помогает ему в этом любовь. Человеком становится тогда, когда он начинает осознавать себя, кто он. И вот на самом деле, почему Булгакова, например, там, когда Понтий Пилат встретился с Юшуа, он, Юшуа назывался добрый человек, добрый человек. А Понтий Пилат его спрашивает, и вот я тебя сейчас судить буду, я тоже по-твоему добрый? В чем есть истина? А Юшуа там, у Булгакова, там, кажется, так отвечает. Истина в том, что у тебя голова сейчас болит. Так вот, вопрос заключается в том, что, действительно, чтобы понять истину, надо, чтобы голова в этот момент болела только об одном, как понять эту истину. А не вот физически там от чего-то, от недосыпания, там, от нарушения сосудов. Поэтому человек может понимать истину, когда он находится в гармонии сам с собой. Поэтому мы в школе «Человек будущего» обучаемся и обнулению, и снимать стресс, и использовать стресс по своему усмотрению для решения ранее неподъемных задач. Да, и это как раз-таки все, и методика, и сама философия, что человек творец по своей природе. Все это едино, и человеческие качества такие, как любиться, переживать, чувство бесценности, живого, способность к сотрудничеству, к созиданию, коллективное творчество. Это качества, они все спаяны. Не бывает одного качества просто. Это свойства человечности. Свойства человечности. Так вот, я говорил о волне, о частотах, о синхронизации, о подборе приемов путем перебора, чтобы выйти на свое состояние. Когда ты целостен, ты видишь мир целостным. Вот где истина. Так вот, я до ноября это нарисовал. Волну. Так мы с ним, как говорится, если у Курта Ванегата в карасе в одном, а раньше еще касты были, да, вот, а теперь мы, как говорится, часто употребляют современные люди на одной волне. Вот мы с ноябрем на одной волне, и в Школе Человек Будущего, мы все участники, и как бы хотелось бы мне, чтобы были на одной волне понимания. Ну, я вам скажу, что разделяет людей. Конечно, людей разделяет уровень компетенции, уровень развития и прочее, прочее, прочее. Вот, много чего людей разделяет, несмотря на то, что они все едины по своей природе. В своем потенциале они творцы. В своем потенциале все. В своем потенциале все добрые. И еще Хаббард писал, что человек по природе хороший. Да. Если вам встречается человек агрессивный и так далее, это деформация. Это деформация. И если он выходит, например, на состояние вот этого безвремени, состояние вот этой внутренней умиротворенности, состояние внутреннего миропорядка из этого хаоса мыслей, стресса, страха, выходит он на состояние самого себя. Тогда он мысль свободна, спокойна, на душе покой. Ну, все одинаковые там. Вот там и проявляется, что человек творец, потому что если у него были плохие эмоции, он вышел на это состояние, а они потом становятся хорошими, у него появляются планы на будущее. Позитив пошел. Поэтому мы используем это как методики разгрузка, перезагрузка там и так далее. И вот что интересно, друзья. Я думаю, самое интересное, что если вы прислушаетесь себе и поищите в себе, кто вы, и вы сразу почувствуете, что вы творец. Да. Детство свое вспомните, как дети играют, они все время что-то воображают и что-то при этом делают. Это синхронно тому, о чем они думают. Вот это же есть моделирование. Вот если взрослый человек начнет просто хотя бы 5 минут или 10 минут в день, отбросив все дела, начнет как ребенок просто так играть в те игры, которые он играл, но даже если у него нет этих игрушек сейчас, но просто воображая, но при этом делая вот эти действия, которые он представляет, делая эти действия, ну паровозик там ведет или куклу качает там или еще что-то, у него происходит синхронизация. Это один из приемов плюс 2. Очень интересно. Выходите там в Ютубе, подписывайтесь на канал. Ликбез бесплатный, смотрите. Там и приемы, там и все, и объяснения, там и люди в Зуме. И вы выходите в Зум, ну на скорой ликбез, выходите в Зум там, который будет в Ютубе вам сброшен. Да, объявление будет заранее, я скажу за день, за два. Но вот это все очень интересно, потому что мы все люди с разными уровнями развития, с разными компетенциями, но внутри мы все человеки. Да, мы все внутри хорошие. Это нас потом деформировали. Неправильное воспитание, образование, и самое главное, мы каждый обычно занимаем не свое место в жизни. В институт поступаем, не только потому, что я хочу врачом быть и поступил на медицинский факультет, потому что на другой, например, не мог поступить. Или там я предполагаю, что я больше заработаю. То есть, когда все они на своем месте, и возникают вот эти проблемы у людей. Потому что, когда человек на своем месте, когда он занимается именно любимым делом, тогда он не открывает себе необычайные способности, которые есть внутри него. Потому что на самом деле, вот, миллион психологов, миллион врачей, а болезни есть. Потому что не все на своем месте. Тянутся за моды. Вот сейчас все стали психологами. Да. Ну, это же смешно, но какие мы все психологи? Кто-то психолог, кто-то физик, кто-то химик, кто-то скульптор, кто-то музыкант. Есть же какие-то главные способности от дедушки, от бабушки, от тети. Так вот, как раз таки в этом состоянии равновесия, в этом состоянии нуля, и у вас открывается ваша генетическая особенность. О чем бы вы хотели всю жизнь думать? Чем бы, о чем вы думаете непрестанно, независимо от всех обстоятельств? О чем? О чем вы думаете, когда ни о чем не думаете? Когда вы душ принимаете, когда вы руки горячей водой моете? Это же волна. Вот меняется ваше состояние. Руки горячей водой помыл, полотенцем жестко вытерся и так далее. Все меняет ваше состояние. Это волна, волна, волна. А вы думаете о чем-то одном, какой-то вектор. Вот это и есть ваше, ваше. Ладно, потом мы поговорим. Мне главное было в ноябре картину показать и пригласить его, чтобы мы сделали совместное видео. До встречи.